Мы вас от всех, от всей журналистской братьев поздравляем с первой победой. Спасибо. Ну и для начала, какие у вас впечатления от матча остались? Такой короткий комментарий. Впечатления, честно говоря, впечатлений столько, что, наверное, на несколько игр бы хватило. Почему? Потому что я знал, что мы после игры кубковой недовосстановились. Там очень тяжелый газон был. Я это не в оправдание говорю, а в то, что мы не смогли восстановиться в полной мере. Поэтому ребятам сегодня было очень тяжело. Очень тяжело, потому что и ноги хватало, судороги, и не играли они в ту игру, в которую они играли, в той же Махачкале на кубок. Поэтому я говорю, эмоции захлестывают. Почему? Потому что я говорил им, ребята, нам сегодня нужна победа. Любой ценой, как бы нам тяжело не было, но нам надо первую игру домашнюю выиграть. В любом случае. Это чисто психологически и для них, и для руководства, и для болельщиков. Это очень большой плюс. И я благодарен ребятам, что они выдержали. Там вышли на замену и молодые ребята, которые первые шаги только делают в большом футболе. Поэтому я всем благодарен за то, что они сегодня выдержали. Выдержали. По большому счету мы выдержали сегодня. Тяжелая игра для нас случилась. Поэтому я говорю, я очень рад, что мы выиграли. Вам не показалось, что как будто в команде во втором тайме еще даже прибавить удалось? Прибавить удалось, потому что в раздевалке у нас был серьезный разговор в перерыве. Потому что я не стал, я сказал, я не буду мириться с безволием. Не то, что нужно проявлять каждый. Как бы тяжело ни было, я считаю, что характер. За счет характера игры выигрывают многие команды. Я даже, не знаю, я им приводил пример той же Исландии, которая практически собирается перед чемпионатами Европы. И работают все рабочие люди. Но они какой характер проявили и показали, что и на характере можно выигрывать. Поэтому сегодня я им сказал, выиграет тот, кто хочет больше победить. Так оно и получилось. Во втором тайме уже через не могу, но все-таки смогли. И я им за это благодарю. Еще обратил внимание, вы поставили на очень важную позицию центрального защитника, совсем молодого и, можно сказать, дебютанта, который, в принципе, как будто даже не наигрывался на роль основного. Это, наверное, вам дополнительные такие нервные клетки убивало? Ну, знаете, если мы не будем молодежи доверять, то зачем вообще их воспитывать? Им как раз вот эта зона юг для них дает большой рост. Им нужно доверять и исправлять эти же ошибки, то, что они допускают. Потому что это все из-за неопытности. Я считаю, он достойно сыграл и в Махачкале. Ну, были сегодня чуть побольше ошибок было, потому что на фоне усталости. Опыта еще нету столько. Но я думаю, со временем с каждой игрой они будут прибавлять. Сейчас у нас есть время восстановиться. Сейчас у нас неделя до игры. У нас было три дня. Теперь у нас есть неделя. Мы восстановимся, разберем все ошибки. Я думаю, с каждой игрой будем стараться прибавлять. Ну, кстати, оправдал на ваши доверия. Он из молодых смотрелся более уверенно. Ну, и возьмите Мистулово, и Алборов вышел, и Дудаев. Это все молодые ребята. Им просто нужно доверять. Я думаю, что со временем из них вырастут хорошие футболисты, которые будут результат давать. Вопрос. Здравствуйте. А вы отметили тяжелый матч сейчас на выезде на Кубок. Сегодня на волевых качествах ребята. Не боитесь того, что они перегорят перед следующим матчем? Или задача сейчас не стоит занимать высокие места? Главное вырастить хороших игроков и зажигов. Не то, что они перегорели, а я еще раз говорю. У нас был очень тяжелый матч в Махачкале. Почему говорю? Потому что там нет футбольного поля. Там есть газон, который не соответствует никаким критериям футбольным. Там невозможно просто в футбол играть. Это вот команда, которая приезжает на один день, на одну игру. Даже она будет на голову сильнее. Это поле все уравнивает, все шансы. Я же говорю, мы пока играли там до 65-й минуты, выигрывали 1-0, имели уйму моментов. А потом сразу, практически у всей команды сели ноги по этому тяжелому полю. Они-то привыкшие более-менее. И вот за эти какие-то короткое время, когда начались у нас проблемы, вот мы пропустили два мяча. Я знал, что сегодня они не то, что перегорят, они готовились, они хотели перед своим болельщиком сегодня. Но я знал и знаю, что такое Кубань, потому что я сам работал в Армавире. Я их предупреждал, что молодые ребята в Кубани, это дублирующий состав, который прошел. Я говорю, они умеют играть и очень здорово. Поэтому я говорю, прогулки у нас не получится. Я их настраиваю. Так оно и получилось. Очень мне понравилась команда Кубань-2. Грамотно ребята играют. Там чувствуется хорошая тренерская рука. Поэтому я говорю, что мне очень понравились ребята. Думаю, в дальнейшем они будут еще лучше играть. Вот все, что я могу сказать. Вам всем спасибо большое. Я, честно говоря, хотелось бы, чтобы сегодня вы больше от игры удовольствие получили. Ну, я думаю, в дальнейшем мы будем к этому стремиться. Народ так прибережет, эти ощущения? Не, ну, я еще раз говорю. Ну, за неделю не делается команда. Это любой знает. И я и до этого об этом говорил. Мы только на стадии становления. Мы пытаемся молодежь свою задействовать. У нас очень много молодежи. У нас две команды. У нас будет еще до заявки там 15 молодых футболистов, которым вообще там по 16-17 лет. Ну, я думаю, что на будущее очень большая перспектива. Спасибо. 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 Спасибо.